приветствую всех на моем канале с вами я алексей добро пожаловать всем я продолжаю записывать базовую версию бесконечного лета идем мы сейчас на хорошую концовку алисы вновь подписавшиеся пожалуйста посмотрите эту новеллу с первых серий тогда поймете о чем идет речь вот и не забывайте ставить лайки чтобы мой канал двигался вперед но я не откладывая в долгий ящик продолжаю читать бесконечное лето семён у нас отправился в столовую обед это или ужин я уже не помню но не суть важно значит в дверях столовые толпились пионеры я ускорил шаг чтобы хоть сегодня оказаться не последним так еще для вновь прибывших объясняю что как видите действие здесь от первого лица типа я за семена да ну и изо всех остальных я тоже буду читать поскольку я тут один озвучиваю поэтому как то так я ускорил шаг чтобы хоть сегодня оказаться не последним и мне повезло в дальнем углу остался полностью свободный столик я быстро взял еду и сегодня на ужин а ужин вот он что сегодня на ужин давали фруктовый суп и несколько булочек интересно такой набор блюд меня весьма удивил а после дегустации даже порадовал я принялся сосредоточенно и есть лена давай сюда смотри целых три стула услышал семён голос мику передо мной стояли лена и мику свободно просила лена поинтересовавшись да садитесь ответил я лучше бы конечно она была одна спасибо только я уж только успела сказать лена как у нее из-за спины появилась женя я сяду тут больше никуда не дождавшись моего ответа она поставила поднос на стол и села конечно располагайтесь грустно пробурчал я себе поднос что ничего честно говоря я бы с удовольствием сократил эту компанию до одной лены но в это же время ой но в то же время не мику ни жене не доставляли мне каких-то особых проблем одна разве что говорливая слишком другая мнительная но все равно они обе абсолютно безвредны по сравнению с некоторыми ой я ключ кажется забыла ничего страшного возьми мой я даже удивился что мику ограничилась такой короткой фразой а вы вместе живете да конечно а ты не знал вместе наш домик самый крайний то есть самые дальние от столовой ну то есть самый последний я бы не удивился если бы узнал что лена живет со слави с жене на худой конец да хоть с электроником молчаливая и застенчивая лена и не в меру славоохотливая мику да это сюрприз нашли своего шурика странно что же не вообще волну чужие проблемы нет небось в деревню убежал за сигаретами или заводкой она фыркнула в деревню с этой секунды разговор начал живо меня интересовать а что такого же не сделала удивленное лицо значит здесь есть поблизости деревня наверное сказала она неуверенно я посмотрел на лену и мику но они были заняты едой не обращали внимание на наш разговор то есть ты точно не знаешь да какое мне дело же не уставилась к себе в тарелку здесь же должны быть какие-то населенные пункты поблизости слушай слушаю не знаю я да спокойно поесть похоже больше от нее ничего не добиться хотя может быть она правда не знает все оставшееся время пришлось слушать как мику говорит о каких-то малозначительных вещах и тихо сходится тихо сходить с ума почему сразу тихо сходить с ума а то и болтливости что ли так что выйдя на улицу я вздохнул с облегчением солнце уже садилось можно немного прогуляться вряд ли сам найду какое-то занятие на вечер а так может что интересное подвернется подходя к площади я услышал сильный хлопок похоже что-то взорвалось я словно парализовала я нахожусь во враждебной среде неизвестно что там и как лучше убежать но в то же время интересно наверное я бы так и стоял здесь если бы кто-то не схватил меня за руку это была ольга дмитриевна чего стоишь пойдем разберемся что там произошло а без меня никак жалобно замолился я да ничего там страшного не должно быть по идее когда мы вышли на площадь там уже столпились пионеры ольга дмитриевна решительно расталкивая всех подошла к месту преступления судя по всему взрыва легенду но злоумышленников ничего не вышло памятник устоял лишь на пьедестале были видны еле заметные следы копоти ну и кто это сделал она оглядела толпу пионеров понятно что это не был террористический акт совершенных грубых да что ж такое то извиняюсь понятно что это не был террористический акт совершенной группы лиц по предварительному сговору они все просто пришли сюда посмотреть что произошло в толпе я увидел ульяну и алису похоже заметила их и вожатая ну во двое ко мне они запротестовали но все же подошли а что сразу я если вы считаете давачевская покажи-ка руки а что с ними не так я пригляделся увидел что руки алисы измазаны чем-то черным теперь понятно из чего бомбу делала юная террористка кажется раздумывала сознаваться или нет но потом гордо выпалила активированный уголь селитра и серо дети не экспериментируйте со взрывчатыми веществами если вы смотрите это видео иначе это плохо для вас закончится и почему именно памятник просила вожатая чем тебе помешал уважаемый заслуженный человек борец за права уголь кстати он не дал она показала пальцем в мою сторону и тут же вся толпа уставилась на меня мысли о том что такой маленькой бомбочкой памятник не взорвать и лучше бы ей вы выбрать для своего тракта более подходящий объект сразу же вылетели у меня из головы она украла я не причем даже если не дал я уверена что семён не стал бы участвовать в столь омерзительным антиобщественным акте да да именно подтвердил я не знаю сколько бы она еще продолжала отчитывать алису но на площадь выбежал электроник и закричал нашел нашел все повернулись его сторону в руке он держал ботинок вот электроник победоносно потряс им над головой это ботинок шурика так успокойся расскажи подробно где ты его нашел в лесу на тропинке старый лагерь по ледам прошел какой-то шепот старый лагерь старый лагерь ты уверен абсолютно а что такого в этом старом лагере вмешался в разговор да ничего такого на самом деле она запнулась одна из легенд совенка гласит что там живет привидение молодой вожатый которая влюбилась пионера но не найдя взаимности покончила с собой сделала характер сделала характери кухонным ножом а мальчика этого на следующий день сбил автобус ульяна выбежал из толпы автобус я еле удержался чтобы не спросить о номере маршрута на наука не допускает существование привидений поэтому опасаться там нечего все равно кто-то должен туда пойти ряды пионеров внезапно начали ридеть секундочку ульга дмитриевна ночью же почти может завтра я обернулся увидел славю с леной а а если ночью ночью с ним что-нибудь случится нет сегодня сейчас кстати а где он электроник примерно объяснил дорогу рассказал про историю старого лагеря вожатая пристально посмотрела на меня если вы думаете что я ты один здесь остался из мужчин я глядел площадь и правда ведь электроник куда-то слинял однако мне все равно совершенно не хотелось ночью в одиночестве слоняться по лесу если бы можно было выбирать я бы ну а дальше видимо у нас будет выбор и кого же мы выберем вы узнаете следующей серии надо же как-то вас заинтересовать на продолжение поэтому чтобы узнать что будет дальше подписывайтесь нажимайте на колокольчик если он сработает у вас а если не сработает то просто заглядывайте ко мне вот вам совет и ставьте лайки да и добавляйте в плейлисты свои плейлисты библиотеки в ютубе чтобы мои видео у вас были и делитесь этими видео с друзьями ну а я на этом с вами прощаюсь продолжим следующей серии всем пока